Партнер канала американские термосы Стэнли. Вековая история, пожизненная гарантия. Короче так, рубрики сток у нас давно не было, а иногда надо рассказывать про серийные тачки, тем более если это вот такие вот образцы Рено Аркана. Я уже чувствую, как кто-то потянулся к клавиатуре ругать Рено. Понимаю, конечно, как без этого, разумеется. Но вот только один вопрос. В наши тяжелые времена, когда российский автомобильный рынок, как шагренивая кожа в романе известного французского писателя, сокращается в размерах, кто еще будет для нас специально делать автомобили, а? Особенно никто. Рено сделали. Сделали Аркану. И да, многие писали, мол, это продукт маркетологов, мол, только чтобы расширить линейку. Кому от этого плохо? Вас по рукам вяжут? Вас заставляют ее брать? Нравится Дастер? Вот он Дастер. Хочется Каптюр? Пожалуйте, Каптюр. Ни то, ни другое не подходит. Может, Аркана соблазнит? Это нормально. Большой выбор лучше выбора маленького, на мой взгляд. Тем более, что Аркана, по большому счету, это не совсем уж энная инкарнация платформы B0. Хотя, на самом деле, в основе, вообще говоря, она, ну, во-первых, в сильно модернизированном виде, а во-вторых, здесь двигатель, который тоже вызывает массу вопросов, поэтому все, давайте прямо сейчас пойдем к двигателю. Ну, начать с того, что владельцы таких вот Рено теперь уже не только Аркана Воды, но и кое-кто еще, но когда тачка появилась, только они могли поднимать капот со словами «А у меня мотор, как в Мерседесе». Да, и они были правы, потому что вот этот движок 1.3 TCE 150, он был разработан в сотрудничестве с компанией Daimler. И он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. И вот в России это, знаете, то же самое, что прийти на слет донского казачества с пейсами и талмудом в руках. Потому что у нас, с одной стороны, жутко не любят турбированные моторы, потому что, мол, они капризные, мол, они не ресурсные, мол, они ломучие, мол, с ними одни проблемы. Хорошо. Хорошо. Что до коробок, то у нас не любят вариаторы, потому что на бездорожье на них не поедешь, потому что ломаются они легко, потому что с ними надо быть аккуратным, потому что с вариатором какие-то сложности. Но когда турбомотор малообъемный в паре с вариатором, вот это уже царское комбо просто. И да, действительно, на Аркану прям накинулись. Но хотя, опять же, справедливости ради, когда его разрабатывали, тестовые образцы наматывали не часы, не десятки часов, даже, кажется, не сотни на стенде, писали, что эти моторы наездили такое количество моточасов, которое машина в обычной человеческой эксплуатации проезжает лет эдак за 8. И ничего не сломались. Хотя я абсолютно уверен, что у кого-то из покупателей, конечно, будут проблемы с вариатором и мотором. И реакция будет, ну, конечно, что вы хотели, там же турбомотор с вариатором. Хотя, по большому счету, косяки бывают на любых агрегатах. Так-то уж. Но, бог с ним, все это как бы домыслы. Что надо сказать? Надо сказать, что, несмотря на ободряющее слово турбо, каким-то спорткаром Аркана в этой версии не является, все равно 10 секунд до сотни. Что касается двигателей, то для ретроградов есть мотор попроще и, соответственно, подешевле, который, как мне кажется, не едет вообще никогда и никуда, хотя сам я лично не пробовал. Ну и, собственно, наверное, можно закрыть на этом капот, который, кстати, с газовыми упорами, а не с металлической подпоркой, которая иногда встречается на машинах, существенно более дорогих. Что касается главного, наверное, плюса Арканы, то это, конечно, профиль. Я не знаю, зачем я вообще все это говорю, потому что это очевидно, но да, тачка похожа на вот эти купе-образные премиальные кроссоверы, которые BMW придумали, Mercedes у них тут же потырили идейку, Audi в несколько видоизмененной форме присоединились, Haval тоже подсуетился, но и Аркана оказалась в первых рядах, и в бюджетном классе появилась тачка, которая позволяет ее владельцу хотя бы отчасти прикоснуться к тому миру роскоши, в который он, к сожалению, скорее всего, никогда не попадет. Я прошу прощения у всех сразу. Тем не менее, дорожный просвет 205 миллиметров, привод полный, в нашей версии машины есть, разумеется, переднеприводные экземпляры. И что касается вообще вот Арканы, то в основе тут, конечно, та самая классическая уже B0, но B0 переделанная процентов на 50, даже на 55, если верить компанией Renault. Еще более прикольно, что здесь есть центральная стойка, но это неудивительно, удивительно иное. То, что до нее, в принципе, кроссовер как кроссовер бюджетный, а все, что позади, это иллюстрация к знаменитой поговорке «красота требует жертв», потому что здесь та самая красота, ну, для кого купеобразный кроссовер – это вещь красивая, а во-вторых, здесь же те самые жертвы, потому что вот эти стойки, они как бы намекают нам на две вещи разом. Во-первых, на заднем сидении низкий потолок, который будет давить на голову высоким седокам, а во-вторых, от багажника ждать многого определенно не стоит. И я вам скажу, последнее наблюдение я готов подтвердить личным опытом. Во-первых, погрузочная высота. Вот в этом чемодане световые приборы. Он достаточно тяжелый, просто обычно, когда я езжу на кроссовера, гружу туда съемочное оборудование, я много об этом не думаю. Но здесь я этот, уже давно знакомый вне чемодан, прям с видимым усилием поднимал и засовывал багажник и думал, ну почему в нем такой высокий пол? А он действительно высокий, никуда не денешься. А самое главное, что и потолок-то у багажника низкий, потому что вот она полка, и грузить там под какой-то потолок здесь совершенно невозможно, потому что стойки завалены, это купе, в конце концов, и вот этот объем – это все, что у вас есть. Здесь не надо ориентироваться на его величину в литрах, точнее, не стоит слишком ей доверять, потому что если в обычном кроссовере, который все-таки должен иметь кузов-универсал, вы можете убрать полку, нагрузить под потолок и получить объем больше фактически заявленного, то здесь как бы такой возможности нет. Вот что написано в графе «Объем багажника», то вы и получаете. Номер беспалево прикручен к пластиковому бамперу по хардкору без рамок, без ничего так. Кстати, пластиковые бампера я люблю, они как-то жизнью прощают. Закрываем крышку, обнаруживаем камеру, которая, честно говоря, низковато находится и, возможно, быстро пачкается. Вообще, сзади машина выглядит симпатично, и, кстати, на мой взгляд, на мой взгляд, подчеркну, она как раз удерживается на той тонкой грани, которая отделяет и европейские бренды от азиатских. Потому что, скажем, новая соната, вот с этим лихо закрученным монофонарем, она, когда несколько примелькалась уже, стала в потоке выглядеть вечером, ну, немножко по-цыгански, на мой, повторюсь, взгляд. А вот аркана, она удерживается еще, что называется, на светлой стороне, потому что выглядит ярко, выглядит запоминающимся таким образом, но не выглядит безвкусно. На мой, в еще, уже не помню какой раз, повторюсь, взгляд. Ну, а теперь я намереваюсь поехать в славный город Ижевск. Одно из самых странных решений в мультимедийном комплексе это недосистема кругового обзора. То есть сейчас мы включаем с вами заднюю передачу и видим картинку с камеры заднего вида, при том, что камер-то у нас четыре, и впереди, и в зеркалах, все как полагается. Если перейти обратно в драйв, то включится передняя камера. Но чтобы посмотреть, что находится сбоку от машины, нужно вручную переключиться на правую камеру или, соответственно, левую. Честно говоря, мне не до конца понятно, в чем проблема. Если есть уже все четыре камеры, почему бы не собрать из них одну общую картинку? Но, конечно, компания Рено виднее. Но в целом, надо сказать, сделана вполне прилично. Мультимедийная система с точки зрения дизайна и конфигурацию главной страницы, между прочим, вы можете настраивать по своему усмотрению. Итак, 150 лошадиных сил, 250 ньютон-метров. И если бы я сейчас стоял, скажем, на светофоре и потом утопил педаль в пол, то, по данным производителя, разогнался бы до сотни за 10,2 секунды. Вот с одной стороны, вроде бы, достаточно долго, все-таки 10 секунд, двузначная величина. С другой стороны, по-моему, Subaru Outback с начальным двигателем, он даже дольше разгоняется. И посмотрите, почем там нынешний Outback. Так-то уж. То есть, в принципе, эта машина немедленная. Быстро ее не назвать, но и медленной тоже было бы несправедливо. Вообще, мне понравилось, что здесь силовая установка работает довольно слаженно. Я имею в виду парочку двигатель-вариатор. То есть, иногда, да, случаются какие-то задержки в реакциях, без них никуда. Но они на любых коробках случаются. Просто здесь ты довольно быстро понимаешь, как все это работает. Ты учишься прогнозировать реакции машины, учишься ее понимать. И дальше вы в тандеме работаете уже без каких-то особых хлопот. С точки зрения динамики у меня на самом деле вопросов действительно нет. В конце концов, это недорогой кроссовер. И все, что ему полагается уметь делать, он умеет и делает. Вопросы есть, конечно, потому что назвать машину безупречной, слышали? Это мы проехали нарисованные на дороге полосочки, которые предупреждают о том, что мы приближаемся то ли к перекрестку, то ли к пешеходному переходу. Суть в том, что машина громкая. И когда ты проезжаешь какую-то неровность, ты не только чувствуешь ее тельцем, но и слышишь придачу. А еще ты слышишь шины, а еще ты слышишь другие машины, а еще ты слышишь все. Вот акустический комфорт, это как раз то самое, над чем наверняка будут работать в ходе ближайшего обновления. Скорее всего, уже работают, просто мы об этом узнаем через некоторое время. И на самом деле, да, есть над чем. Вот что я вам скажу. К подвеске претензий меньше, между прочим. Хотя тоже как бы есть. То есть она, знаете, сделана в современной манере. Такая поджатая, такая упругая, как бы что ли со спортивными нотками. И поэтому ты все неровности чувствуешь телом. С другой стороны, она все-таки именно упругая, а не просто жесткая. Поэтому в большинстве случаев она все отрабатывает, просто ты схранишь контакт с дорогой. Ты чувствуешь, что на этой дороге есть изъямок и кочет. С другой стороны, управляемость спортивной я бы не назвал. Потому что руль, ну вот честно говоря, откровенно пустоват. И какой-то прямой связи между баранкой и колесами, но не возникает ее, к сожалению. Вот эта вот пустоватость руля, да, она отличает многие недорогие кроссоверы. Да, можешь сказать, практически все. Но тем не менее, каждый раз это меня несколько расстраивает. Второй нюанс, что я вот уже вам показал. То есть, когда ты делаешь рулем что-то в этом духе, оператор начинает париться, что у него камера на стезике шатается. А меня больше напрягает, что машина сильно кренится. Даже на вот этих небольших манипуляциях рулем, понимаете ли. Ну, то есть, как бы никакого спортивного духа в машине, по большому счету, нет. Не стоит его здесь ждать, даром, что она похожа на X6. Бог с ним. На самом деле, это же в конце концов автомобиль, скорее всего, семейный и, скорее всего, автомобиль городского жителя. Надо ли ему тех самых спортивных ноток, чтобы ездить 60 км в час или там 60 плюс 20, пока это дело не отменили. По большому счету, нет. По большому счету, огромный багажник многим не нужен. По большому счету, удобство пассажиров заднего ряда волнует далеко не каждого, честно говоря. Мы зачастую себе любимого возим на тачке. И вот для этой цели как раз Аркану вроде бы как и создавали, как я понимаю. Это машина для человека, который всем тем, что позади центральных стоек, пользуется довольно редко. Что впереди от этих стоек? Вот здесь уже интереснее, потому что, с одной стороны, экранчик у нас есть довольно неплохой, с таким вот приятным матовым покрытием. Он яркий, его почти всегда видно. Бывают кое-какие исключения, это когда солнце садится где-то вон там и светит через заднее окно, такое случается. И тогда да, перед тобой такой огромный солнечный заяц усаживается. Но это все-таки частный случай. Как правило, все отлично видно, причем экран можно настраивать, вот распределение всех этих окошек и иконок подбирать под себя. И с того, что мне не нравится, это отсутствие поворотного регулятора громкости. Есть кнопка, которая вызывает интерфейс регулировки громкости через сенсорные клавиши. Все это для автомобиля как-то не очень, честно вам скажу. Но тем не менее, есть подрулевой блок для управления мультимедийной системой, и с ним все намного лучше, удобнее, проще. И вообще, когда ты к этому блоку привыкаешь, про управление музыкой через экран забываешь сразу. С другой стороны, если есть желание придираться, вы найдете к чему. Мол, жесткий пластик на передней панели. Хотя, по большому счету, какая разница, мягкий он там, жесткий, не знаю. Но тем не менее, здесь жесткий, здесь жесткий, тут жесткий, практически везде жесткий. Но, опять-таки, бюджетный сегмент, чего хотели. Приборная панель о том же напоминает. Потому что, с одной стороны, с точки зрения функциональности вообще никаких проблем, нормальный довольно крупный шрифт, красные стрелки на черном фоне. Ты сразу понимаешь, что тебе показывают приборы, и это хорошо. Но, с другой стороны, тут дисплеичек. А он, во-первых, черно-белый, во-вторых, маленький. В-третьих, все это вместе не выглядит дорого, понимаете? И вот это немножко расстраивает. Внешне-то X4, а внутри выглядит не слишком дорого. Диссонанс, да. Полный привод в нашей машине есть, работающий по таким ниссановским канонам, что ли. То бишь, можно сделать машину переднеприводной, включив два ВД. Можно перейти в авто, и тогда задняя ось будет подключаться при необходимости. Таковую необходимость машина определит без вашей помощи. Ну, есть режим LOCK, когда муфта блокируется, и у вас постоянный полный привод, если вам таковой вообще нужен. Он может понадобиться за пределами асфальта. Есть система контроля мертвых зон, есть подогрев руля, есть подогрев стекла. Это очень хорошо на наших дорогах, зимой особенно, между прочим. Вообще, блок управления климатом мне понравился. Он однозонный, но все очень изящно сделано. Вот эти вот с подсветкой, регуляторы. Все красиво, приятно нажимать, приятно крутить, приятно трогать. Здесь французы молодцы. Вообще, я проехал 1200 в одно лицо. Из Москвы в Ижевск меняться в данном случае не с кем. И не так уж сильно и задолбался на самом деле. Сиденье, то есть, приемлемо. Я поначалу думал, что с поясничным подпором так себе дела. Ну, нет, в принципе, доехал до Ижевска и ничего. Спина не раскалывалась. Меня дико поражает тот факт, что в российском интернете какое-то очень болезненное отношение к Рено Аркана. Я иногда встречаю какие-то выпады в адрес этой машины, какую-то невероятно острую критику. И сейчас я сижу за рулем, и я понимаю, что это просто кроссовер. Вот в нем нет ровно ничего такого, что могло бы вызвать прям такое вот остро-негативное отношение. Это просто кроссовер. Но, тем не менее, что-то такое есть, что цепляет. Не знаю, в чем дело. И ведь, заметьте, это действительно машина, которую делали для нас с вами в те времена, когда больше такими подвигами никто не блещет. Ее, казалось бы, надо любить больше, чем остальные машины-сегменты. А подишь ты, иной раз встречаешь прямо противоположные реакции. Ну, это, честно говоря, уже мелочи жизни. Лично мне кажется, что вполне себе нормальный вариант. Ну, в том случае, конечно, если вы не дачник и не путешественник. Машина больше все-таки городская. Разумеется, в Аркане есть все необходимые сегодня системы безопасности, АБС, система стабилизации, вся эта красота. И из-за них не очень понятно, хорошо ли в машине настроено шасси. Так вот, в Рену считают, что хорошо, и чтобы доказать это широким слоям населения, журналистскую братью прошлой зимой свозили специальный тур, где была возможность поездить по льду и снегу на Аркане с полностью выключенными электронными системами. И надо сказать, что это очень увлекательно и азартно. И боком на Аркане можно ездить, и по небольшой трассе, лихо проходя повороты, катать. И все это действительно хорошо и увлекательно. Правда, конечно, есть одно но. Потому что это увлекательно, да, но и потенциально опасно, тоже да. Но мы-то это делали на закрытых треках, мы-то это делали в полностью безопасных условиях, а на дорогах общего пользования, к сожалению, всего этого лучше не повторять. Тем не менее, было хорошо. Факап в том, что не получилось поснимать в Ижевске. Я хотел там проездиков на Аркане поснимать, где-нибудь закончить на красивом фоне. А не сложилось. Потому что было много других дел. Давайте хотя бы расскажу, зачем мы туда ездили. Во-первых, возможно, уже вышел, у меня видос, возможно, нет, про чудо-самокат, построенный дядькой по имени Михаил. Я видел на мото-весне и самокат, и дядьку. Там мы познакомились. И вот спустя пару лет я таки добрался до Ижевска, и на этом чуде прокатился. Это переднеприводная конструкция с мотором от скутера, с ломающейся платформой, рамой и подвеской, которые одновременно и передние, и задние. И вообще там удивительное количество каких-то внезапных инженерных ходов в этом самокате. Но с другой стороны, с практической точки зрения, эта машина, конечно, своеобразная. То есть она развлекательная. Это и Михаил понимает, и я понимаю, и все мы с вами понимаем. То есть это такая, как бы, ну, откровенная игрушка. Но, тем не менее, игрушка интересная, заводная, задорная. И, кстати, кто-то сейчас скажет, нафига все это надо, если есть электрические самокаты, которые валят с бешеными скоростями, и вот все эти заморочки со скутерным мотором излишния. Понимаете, в чем дело? Как бы и да, и нет. Потому что с точки зрения динамики, пусть вы правы, но, как правило, у электросамокатов все-таки маленькие колесья. А здесь такие, знаете, нормальные, солидные, скутерные. И поэтому с точки зрения комфорта, даже психологического, на нем проще. Потому что если ты влетишь в ямку, то дальше за ямкой ты полетишь не по воздуху, а продолжишь движение на самокате. И это как-то, знаете ли, успокаивает. Ну да, он тяжелее, разумеется. Ну да, его нельзя закинуть в багажник. Но, тем не менее, он прикольнее. Плюс ли это? Для кого-то плюс. Ну, в общем, у меня будет отдельный видос, поглядите. И еще одна тема, это слет поклонников Марки Иж. Форум. Четвертый раз его проводили в Ижевске, на родине этих мотоциклов. Собирается огромное количество народу, которое прет с пыжа. Самые разные мотоциклы, включая очень старые, можно там увидеть. Причем фантастика в том, что на них реально приезжают туда. Они приводят при цепе. Люди действительно увлеченные этой темой собираются. Можно прийти там поговорить, поспрашивать. Все очень открытые, очень дружелюбные. Потом конкурс на там лучший мотоцикл в нескольких номинациях. Это тоже интересно. Ну и заканчивается все вечеринкой, таким автопати. Автопатия невероятно теплая и ламповая, с исполнением песен на сцене, употреблением самых разных напитков и крайне неформальным общением в гаражах. Вот на самом деле автопатия абсолютно в стиле ежа. Я вам хочу сказать, что если в следующем году будете где-то в районе Ижевска, посмотрите, когда этот форум, он в самом начале осени, будет возможность заехать. Заезжайте, потому что это реально очень круто. Заканчиваем с тачкой. Аркана нормальная. Большое спасибо ей за то, что довезла меня до Ижевска и вернула обратно. На этом у меня все. А с вас лайки, дизлайки, ну и, разумеется, конечно же, комментарии экспертов.